Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Олег Аллав Гудвин, и мы проходим мануальную терапию. Правка шеи в данном случае. Рассмотрим, как поправить атлант и второй шейный позвонок сидя. Значит, смотрите, вот тут прямо видно, да, что вот второй позвонок, вот атлант, он не имеет задний, остистого отростка заднего, да? А второй позвонок имеет достаточно большой остистый отросток, и он раздвоенный. Вот у него две душки, как бы две вилочки такие, да? И когда мы сзади его нащупываем, то по оси все остистые вроде идут ровно-ровно, и если он повернут, мы можем ошибиться. Вроде бы его нащупали, вроде бы он ровный, да? Поперечный отросток у него маленький, тут тяжело его прощупать. Скорее, мы атлант прощупаем сбоку, под сосцевидными отростками вот этими пальчиками проникаем, да, и... Ну, лучше звук ставим сразу, чтобы 7 метров чувствовать. Чупаем атлант, а второй так вот легко не прощупывается. И если вот эта душка у него повернута, вторая, да, она тут за мышцами плотными находится, ее тоже не нащупать, да? И вопрос в том, что куда повернуть позвонок. Вот посмотрите на этот рисунок. Здесь астисты отростки снизу, поперечные вот в бок идут, да? Вот спиной мозг идет там в канале между астистым отростком и самим телом позвонка. В черном нарисовано по осям правильный позвонок, на месте стоит, да? А который не на месте, красный позвонок. Вот представьте, если человек лежит на столе, допустим, да, вот так вот стол находится, под плоской стола, то как он лежит, на животе или на спине в данном случае? Рисунку как вы поймете? На спине. На животе лежит. На животе лежит. Потому что астисты вверх, а где-то нет. Ну астисты вот так же стоят, получается. Как же, вверх и астисты вот вниз. На спине лежит. На спине лежит. А, все. На спине, на спине лежит. И вот второй позвонок шейный, он как бы повернут получается. Вот одна дужку мы нащупали, она на оси, да? Вторую дужку не можем как бы прощупать. Но всегда при ротации есть небольшая сублюксация в сторону. Вот на сколько-то там миллиметров он сместился, да? И вот когда мы пальцем вот эту щупаем, то, в принципе, это видим. Ну, можем нащупать. Если это грудной позвонок, например, да? То к нему крепится ребро. И, соответственно, при сколиозе обязательно есть ротация, как правило, да? И вот ребро поднимается с этой стороны. Будет реберный... Реберная такая дуга большая. Реберный холм. Когда человеку мы наклоняем, да? Вот там вот он увидел, что с одной стороны выше, с другой ниже. Дево. Соответственно, в положении сидя. Как мы это будем делать? Выдорожен на Григорию, да? Ну, вот это да. Ну, давайте. Так. Спинка мешает. Давай спинку в сторону. Ну, нам боком сядем. Нет, нет, нет. Нет, ты пристань. Я спинку верну. Так вот. Угу. Ну, соответственно, там много мышц коротеньких, которые и наскосок идут, и прямые. Прямо под черепом. Они достаточно крепко держат вот эти позвонки. Шею на позвонки. Первый, второй, третий. Поэтому, чтобы к ним подобраться, надо сначала достаточно хорошо растянуть шею. Вот мы его все стороны по кругу растягиваем. Больно, что ли? Ну, здесь нет. Просто прям вот отдавать сильно. Человек-то потянует. Но это проблем просто потом. А здесь для Шима давно у тебя там, да? Вот здесь я руки меняю, потому что нужно соблюдать натяжение вот в разные стороны. Видно, как шею, сяансы мышцы шеи, да? Вот он растягивается и в обратную сторону. Перекладываем руку в обратную сторону растянули. Ну, примерно по минутке в каждую сторону потратили. Далее попружинили голову вверх. Сейчас прямо. Кладная спина. Своим предплечем отталкиваемся от плеча пациента. Ставим ладошки под затылок. Для этого надо череп чуть назад. И вот попружинили голову вверх. Чуть-чуть, можно, скачаем таким. Видно, да, как она поднимается? Перед самим приемом желательно еще сделать мобилизацию. В этом случае вертикально. Когда будем делать лежа, лицом вверх человек будет, да? Все то же самое, на самом деле. Значит, мобилизацию, как мы делаем? За затылочную кость схватили своими предплечьями. Ну, под ее предплечья. Пускайся на меня. Руками отталкиваемся от грудины. Вземо бы. Вот, я захват делаю за затылочную кость. И отталкиваюсь от грудины. Провисая колдома киржу, вот, расслабь. И подтолкнули. Почувствовал растяжение, да? Это вот то же самое полотенце, только сидя, как бы, по сути, да? Да, да, да. Это как полотенце, да. Ну, полотенце можете порваться через кулу захватом. Полотенце может всю спину зацепиться. Да, полотенце всю спину до крюса дойдет. Полотенце немножко там посерьезнее. Так, и в какую сторону теперь крутить затылок? Значит, сначала ставим вот так вот скобу за социевидными мышцами. Грузиноключичный социевидной мышцей вот за этой. И поворачиваем голову на наклоны, на повороты, на ротацию. И, как правило, в том положении, в нашем правиле 3 по 45. Это вот в таком положении вперед наклон 45, вбок наклон латерально. И 45 градусов носом ротация, чтобы нос был на оси позвоночника. Вот тут мы будем максимально выпирать. Вот в этой позе смотрим, в какую сторону он выпирает. Не, не, это срыв, не напрягай и спину выпрямить. Если ты что-то сильно гнешься. Так. Ну, у него вот, в принципе, он на месте. Чуть больше вот с этой стороны. Значит, если он выпирает с правого, в данном случае, да? То куда поворачивать голову, по-вашему, как вправо или влево нужно? Вопрос на засыпку. На меня против, что вправо, да? Вправо так вправо, да? Вот это вправо, да. Или вот это вправо? Нет, вот это вправо на меня. Да, вот именно. Мы натолкнулись на эту путаницу, которая часто возникает в литературе, например. Когда там пишут, что позвонок, например, развернулся влево, да? Мастер подходит сзади, и он начинает этот позвонок толкаться, соответственно, в противоположную сторону вправо. А имелось-то в виду, что позвонок развернулся, сам позвонок развернулся влево, а получается, если он просто-таки повернулся вправо. Если он будет вправо вправлять, то он усугубит ситуацию. И про голову тоже. Это мы глазами смотрим вправо, вот так вот, да? А, по сути, специалист стоит, если сзади, то для него затылок поворачивается налево. Поэтому надо говорить, ну, договориться с вами, да, что мы будем говорить про оси. Вот так идет ось. Мы всегда смотрим сверху, да, ось позвоночника, на которую как раз аксис осевой позвонок, вокруг которого и крутится череп, да? Значит, давайте будем говорить по часовой стрелке повернуть, или против часовой стрелки голову. Если так сверху смотреть, это вопрос. Так, если он куда сейчас завернут, получается, у нас позвонок выпирает вот здесь, справа. Здесь выпирает. Да, вот как на рисунке прямо нарисовано. Да, как было на рисунке, то же самое. Так, вот здесь выпирает. Значит, у нас здесь у нас сверху, и надо его в обратную сторону, наверное. Затылок вправо. Не, его-то в обратную сторону, но я вам говорил, что Атлан только на ротацию правится. Значит, затылок вправо. Затылок вправо. Все согласны, да? Нет, я так просто. Ляпнул ногу. На самом деле, правильно, да, затылок вправо. Почему? Что происходит? Потому что при правке мы немножко поднимаем череп от позвоночника, да, доворачиваем и останавливаем его. И вот получается, вот смотри, по рукам есть, например, вот этот вот Атлант, вот этот череп, вот он стоял вот так вот и выпирал с этой стороны, да. Мы череп приподняли, развернули относительно Атланта. Ну, там же и в твоих позвонках то же самое. Поставили и назад, они вернутся уже вместе. Да, правильно, вправо поворачиваем, именно вправо затылок. Ну, и, соответственно, портить часовой стрелкой получается. Значит, как мы это делаем? Выпрямись опять. Мы его придерживаем своим туловищем, там, ну, чем уплётесь, тем уплётесь. Глудиной, животом или писюном. Ну, шучу, конечно. Лучше на плечо, так же. Татрические правки, да. Из метро. Задумывайся, что на праве. Шутка юмора, да. Значит, наше правило... Наши правила три по сорок пять. Сорок пять вперёд. Там схема я вам прислал, вот схема, посмотрите, да. Сорок пять латерально и сорок пять градусов ротация вот сюда. Вот, получается, мы поворачиваем в часовой стрелке. Дошли до предела, и нам дальше надо повернуть дальше череп, да. Тут можно, на самом деле, как угодно стоять. Можно хоть с этой стороны вот стоять вот так вот сделать, да. Хоть спереди вообще легонечко вот так вот толкнуть. Кому-то пойдёт легонечко, да. Я вот вам говорил, что почему-то много приёмов, потому что для кого-то достаточно непростой приём. Вот так раз слышали. Я практически почти не касался вот легонечко по касателю. Для кого-то надо и пожёстче сделать. Ну, я же подошёл легикой. Зачем дальше всё-таки? Надо пожёстче подойти. Ещё не всё. Ну, за позу. Ну, можно и с этой стороны стоять, да. Вот так, например, в челюсть подталкиваем, затылок вверх. То есть, за затылок не поднимаем вверх, надо чуть-чуть приподнять. А в челюсть подталкиваем. Можно с этой стороны встать. Но, как бы, для меня, ежедневная поза вот с этой стороны, потому что мы мягко берём за щёку. Даже не берём. Он кладёт голову на щёку. Положи голову. И будем отталкиваться от плеча. Вот видите, ещё толсёк дополнительно используем. Это же кость за затылочную кость. И доворачиваем. Вот, ну, расслабился. И доворачиваем. Ужас. Вот это тоже. Это уже пропустил. У меня сейчас слышали? Это 304-й уже пропустил. Иногда до интернете доходит до седьмого. Второй способ, да? Не получилось, например. Первый был лёгкий, вот спереди, да? Вот такой. Второй вот такой. Допустим, опять у вас не получилось. Он сильно выпирает, очень сильно. Да, тогда переменим локоть. Упор вот сюда. Тут затылочную костью его упираемся в себе, в грудную мышцу, да? Ни в коем случае не душим его под шею. Вот так вот не делаем, да? И ванищей подмышкой. Да, ванищей подмышкой. И бицепс своего не прижимаем вот так вот, да? Даем свободу, вот. Положили по дагонали от подбородка до виска. И даем ему такую свободу, чтобы он там не задохнулся, да? И не боялся в том числе. Опускаем его назад. Просним расслабить. Всё. Друдные мышцы, живот, как в ноге. Провис. Вот когда почувствуем. Всё-таки дышу, да? Да. Чуть-чуть сюда. И вот эта вторая рука может быть либо под черепом, вот мы подсалкиваем череп, да? Либо отталкиваем голову от тела, его от туловища. Шатали, шатали и... Укнули. Писи-виси, писи-пока. Шатали, 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 бьем туда под черепом. И... Укнули. Пиздец. Ну, он долго уже просто не висел. Я пока рассказываю долго. Да. Мы сейчас прорвем в другую сторону, чтобы для симметрии. Потому что у него там на самом деле ровно было. И ещё раз говорю о том, что куда-то ни туда... Причили, блин. Куда-то ни туда вы не вставите. Организм просто вам не даст. А вот как раз там, где у него пустое место было, оттуда вышло, туда он обратно как раз и войдёт. Как в пазик. Ну, это же... Вот, Олег, смотрите, вы говорите про... Ну, как бы... Все же знают, что хруст – это щелчок. Это воздух, да, который скапливается при выходе, да? Ну, как бы вот это... Ну, это не воздух, это кавитация внутри сустава. Ну, это говорит о том, что нету блока. Понимаете? Я понимаю, понимаю. Ну, то есть, если бы позвонки вот так выходили, мы бы давно умерли. Потому что нас бы... Ну, понятно. Да, я к тому, что... Задача мануалки – именно снять блок. Ну, да. Понимаю, да, да. Это внутри сустава. А ну, что лучше начнешь побалить? Нормально? Ну, просто право.